Сломанные конечности, разрушенная психика, жизнь в заточении. Всю ли правду о жизни зверей за кулисами цирка вы знаете. В Улан-Удэ приехал очередной приезжий цирк. Зоозащитники пытаются отговорить зрителей от просмотра шоу. Удается ли, выяснила Баирма Роднаева. Животных в цирке бьют. Вы многого не знаете. За кулисами их бьют. Никогда за конфетку не будут животные показывать представление. Движение против животных в цирке в Улан-Удэ началось около года назад. От общественники приюта кот и пес и центра вида очередной пикет организовали к приезду московского цирка. Вы считаете, что нужно отказываться от каких-то запахов животных? Да нет. Почему? Ну все-таки представление всем, особенно детям охота посмотреть. Я вижу, как к ним относятся. Это нормально? Я могу идти. Кроме поющих фонтанов и летающих акробатов, в программе выход на арену порядка 10 животных. Билеты от 500 до 1500 рублей практически все проданы. За время проведения пикета ни один из посетителей не отказался от просмотра. Вы не согласны с тем, что живешь? Пока что нет. Не знаю даже. То есть вы не готовы еще? Не готовы еще. Не знаю, почитаем, узнаем. А в следующий раз вы придете детей? Ну посмотрим, почитаем. Я еще не уточнял эту информацию, еще ее не читал. Безобидную, на первый взгляд, забаву в поход в цирк, зоопарк или океанариум ученые выделяют как один из факторов для появления серийного убийцы. По их данным, 85% преступников в детстве издевались над животными. Люди должны чувствовать, даже без общественных организаций, без каких-то усилий организаторов, люди сами внутренне должны понимать и чувствовать, что это жестоко. То есть никогда обезьянка не сядет на велосипед, никогда медведь в лесу, который живет, не сядет на велосипед и не будет перед вами плясать. А тем временем 15 стран в мире уже отказались от цирков с участием животных. Подписать соответствующую петицию желающие смогут на сайте change.org.